Так, всем привет, кто присоединился. Сейчас подождем еще несколько человек и начнем нашу трансляцию. Вот, Андрей Григорьев вижу. Вам отдельное спасибо за активное участие. Вы там и репосты делали, и очень много людей отметили. В общем, я это заметил, на самом деле, очень круто. В то же время, сегодня полутро удалял тех людей, которые пытались как-то жулиничать в конкурсе и просто спамили одними и теми же тегами, отмечали одних и тех же людей. Но это на самом деле неправильно, поэтому таких людей нужно исключать. Особо злостных я вообще заблокировал. О, антимошенник, привет. Кстати, всем рекомендую подписаться на его аккаунт, потому что он освещает и показывает те аккаунты ножевые, которые просто обманывают людей на деньги, там не высылая никакие ножи. Подписывайтесь просто, чтобы быть в курсе, как бы, всей этой темы. Так, смотрите, значит, у нас на повестке дня розыгрыш вот этого ножа. Я его отправлю победителю уже завтра. Значит, я немножко не успел, на самом деле, вчера на рыбалку ездил доделать ножны. Они сейчас вот в таком состоянии. Доделаю сегодня. Они будут с тиснением в черном цвете. Короче, нож в них лежит вот так. Тут вот такой прорезь получается, чтобы удобно было его доставать. Он будет на подвесе. Вообще, изначально я этот нож планировал сделать как нож, который автомобильный, просто без подвеса, типа, кинул в тачку и надо, пользуешься. Ну, думаю, ладно, не знаю, кто выиграет, и решил, что нож должен быть на подвесе. Вдруг человеку придется, ну, захочется его использовать там на прогулках, в лесках и так далее. Вот. Еще перед тем, как делать розыгрыш, я хотел порекламировать ножи в наличии, но так получилось, что сегодня ножей в наличии нет. Есть те ножи, которые я завтра планирую, значит, отправлять. В общем, хит-продаж, значит, начали разлетаться вот эти ножи. Значит, это модель G, G25 и G30. Ну, все в курсе, я уже говорил, что это по мотивам, скажем так, Гелендвагена. Значит, вот такой вот маленький нож, сейчас я их вместе покажу. Вот. И вот такой побольше. Значит, G30 получается 30 по ширине клинка, G25 это 25 мм по ширине клинка. Вот такая вот разница в размерах. Ножики классные, удобные, разлетаются, как пирожки. И, короче говоря, у них ножны вот такие вот из холстекса. Это американский премиальный кайдекс с закосом под карбон. Структура у них очень интересная. С этой стороны клипса ультиклип. Он на винтиках, полностью разборный. Очень удобно. То есть, допустим, в городе за город выехали, там где-то на шалыках запачкали, разобрали, помыли, положили. Все прекрасно. Вот. И скоро еще, ну, в конце, наверное, мая, значит, у нас будет готов вот этот нож. Это прототипчик. Кто следит, тот в курсе. Значит, название у него уже появилось. Название Айбо. В переводе с японского напарник. Удобный, верный, как ваш напарник, который никогда не подводит. И еще появится удлиненная версия этого ножа. Значит, клинок будет на сантиметр длиннее. И рукоятка, чтобы он даже в большой руке сидел плотно, и можно было им выполнять грубую работу. Вчера активно тестировали его на рыбалке. Ну, и до этого на шалках его тестировал. Короче, очень нравится. Прям реально классный будет. Будет выполнен в стали N690 и в стали M390. Вот на следующей неделе буду резать как раз закупленную сталь. И будут уже готовые бланки. Начну, значит, делать. Вот. Значит, кто в ближайшее время планирует из моих моделей заказывать ножи, скажу, что вот у меня сейчас есть вот такой карбон свободный. Это мраморный карбон. Тут зелено-черные получаются вкрапления. Очень прикольные. Такой вот карбончик у нас синего цвета. Это Alutex. Кстати, сегодня доделаю нож вот в модели G25 в зеленом таком карбоне. Покажу потом, выложу в сторис. И золотой. Пока не решил, на какой нож его буду использовать, но он прям должен быть бомбический. Вот, собственно, что хотел, сказал. Теперь давайте переключу, значит, экран. Я тут сюда уже все забил, значит, и осталось только нажать кнопку дождаться победителя. В общем, обработка, я уже проверял эту систему, значит, занимает какое-то время. Так что нужно просто подождать. Вот, пока можете позадавать какие-то вопросы. У нас, я думаю, около 30 секунд времени есть. Вот, отвечу. А, и, кстати, что я должен сказать, то, что буквально, наверное, послезавтра я доделаю следующий нож, который у меня будет готов для розыгрыша. И, ну, где-то в среду я объявлю розыгрыш следующего ножа. Итоги, скорее всего, не буду время тянуть, будет прям в воскресенье это. И к этому же воскресенью я доделал еще один нож, и будет третий нож разыгран. Пока, наверное, на этом остановимся, потом посмотрим по ситуации. В общем, как и обещал, буду три ножа разыгрывать. В общем, сейчас мы определяем победителя на первый нож. Ребят, благодарю за ваши лайки. Это радует, очень приятно. А сколько ножей в месяц делать? Ну, сейчас по-разному, на самом деле. Значит, примерно, наверное, штук 10-20 вот в этом промежутке сейчас получать. Но я наращиваю сейчас темп. Из дерева, да, можно сделать, значит, рукоять. У меня есть стабилизированные материалы от Рафир. Там бук, тополь. Айронвуда у меня много, я активно его использую. А стали в основном использую Неолокс, Н690, М390 и иногда из Элмакса делаю. Вот меня периодически просят, кстати, вот из Элмакса сейчас будет готов нож вот в G25 модели на зеленом карбоне. Как раз вот там Элмакс будет. Ну, ребята хорошо отзываются про Элмакс, прям всем на самом деле нравится. Из Эпоксидки тоже, да. Как пришли к такой работе? Это не работа, это хобби. Собственно, вот так и пришел, начал потихонечку делать. И, скажем так, очень сильно увлекся. В общем, мы сейчас вот делаю, люди активно заказывают. Вот. Стараюсь сделать так, чтобы все были довольны. Так, ну что, еще чуть-чуть осталось до определения. И есть у нас победитель. Кравченко Егор, 77, 777. Егор, я вас поздравляю, сейчас напишу вам личку. Так, сейчас, где тут на меня обратно переключиться. О, короче, ребят, значит, еще раз продолжаю, повторяю. В среду будет готов следующий нож для розыгрыша, поэтому не отписываемся. И я в сторисах, кстати, вчера выкладывал. Короче, наверху, когда в мой аккаунт зайдете, там вот где-то вот здесь вот будет, не знаю, как вы видите, вот может здесь, либо здесь. Короче, будет колокольчик. Отметьте там то, чтобы получать все мои уведомления, чтобы не пропускать новые публикации там с конкурсами, результатами конкурсов, интересные ножи и так далее. В общем, сильно, наверное, затягивать не буду. Поздравляем победителя. Ребят, всем удачи в следующем конкурсе. Спасибо большое. Пока. Так, ребят, маленький момент. Сейчас провел эфир и, ну, по розыгрышу ножа, и только что, после того, как его закончил, заметил, что у победителя там в тегах, получается, не указанные друзья, пришлось пролистать ленту, чтобы найти комментарии этого пользователя вручную. Короче, есть там отметки. Он действительно отметил три человека, поэтому конкурс состоялся, все отлично. Продолжение следует...